Музыка Как оформить пенсию? Этот вопрос в определенном возрасте задают себе практически все, но, к сожалению, зачастую с опозданием. Узнать все условия, порядок обращения за трудовой пенсией и за пенсией по государственному пенсионному обеспечению следует заранее, не дожидаясь наступления пенсионного возраста, советуют сотрудники Пенсионного фонда. Мы предлагаем лицам, у которых право на пенсию возникает в 2014-2015 году, заблаговременно обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда, для того, чтобы сотрудники Пенсионного фонда могли проверить пакет документов, оценить сведения, представленные заявителям, в случае необходимости помочь подготовить запросы необходимые, рассказать о будущей пенсии, проинформировать гражданина, то есть провести с ним заблаговременную работу для того, чтобы, когда наступит право на пенсию, пакет документов у будущего пенсионера был собран в полном объеме и все его пенсионные права были учтены. Для того, чтобы обратиться за заблаговременной консультацией, будущие пенсионеры должны иметь при себе документы, подтверждающие личность, сведения о трудовом стаже, сведения об изменении фамилии женщинам, имеющих детей, свидетельства об их рождении и сведения об учебе. Этот пакет документов представляется в копиях и подлинниках. Страховое свидетельство, это зеленая пластиковая карточка, страховое свидетельство индивидуального лицевого счета предоставляется только в подлиннике. Наши специалисты просмотрят пакет документов, сформируют макет, предварительный макет пенсионного дела и помогут вам в подготовке запросов, в оформлении документов в случае необходимости. Заявление на назначение пенсии рассматривается в течение 10 дней со дня приема этого заявления со всеми необходимыми документами, либо со дня предоставления недостающих документов для назначения пенсии. И этот срок может растянуться на длительное время. Ситуация, видите, какая может быть. То есть возникает у гражданина право на пенсию. Он обращается в клиентскую службу, пишет заявление об установлении пенсии. Но если в это время обнаруживается, что в ввод трудовой книжки неправильно внесены записи, или внесены записи с нарушением инструкции по ведению трудовой книжки, значит необходимо дополнительно представлять справки, подтверждающие тот или иной период работы. Эти справки по графику документа оборота, если мы делаем запрос в архив, архивные органы имеют право ответить нам в течение месяца. То есть пока такие справки к нам не поступят, пенсионер должен будет сделать выбор. Либо ждать, когда поступят эти справки, для того, чтобы его пенсионные права были учтены, и стаж включен для размера пенсии. Либо отказываться назначать пенсию без учета этого стажа, но опять же это влияет на размер пенсии. Впрочем, говорят сотрудники пенсионного фонда, одним месяцем иногда дело не обходится. Оформление документов затягивается на более длительные сроки. Бывают случаи, когда мы делаем запросы не только на территории Иркутской области. Мы делаем запросы и в республике бывшего Союза Советских Социалистических Республик. Оттуда запросы поступают еще дольше. Поэтому необходимо провести заранее, позаботиться, чтобы потом долго не ждать ответов. Во-вторых, возникают ситуации, когда, к примеру, женщина меняет фамилию, выходит замуж, потом еще раз выходит замуж, и уже, получается, дважды меняет фамилию. Вот эти сведения поступают из органов ЗАГСа только по личному обращению гражданина. То есть в таких случаях мы даже не всегда можем помочь. А это тоже дополнительное время, потому что, как правило, сроки рассмотрения всех обращений составляют не менее месяца. Если актовая запись была сделана на территории бывших Союзных Республик, возникают дополнительные трудности. Кстати, все справки, поступающие из бывших Союзных Республик, не на русском языке, подлежат нотариально заверенному переводу. Такая процедура выполняется в Иркутской торгово-промысленной палате. Поэтому мы за полгода до даты права, как минимум за полгода до даты права, приглашаем уже обратиться в территориальное управление пенсионного фонда. Еще новшество, почему мы ведем активную заблаговременную работу, потому что, если раньше пенсионное дело формировалось только на бумажном носителе, и этого было достаточно, то с 2012 года наряду с пенсионным делом на бумажном носителе мы формируем электронное пенсионное дело. То есть все документы, которые представляет нам заявитель, они сканируются и формируются из них электронное выплатное дело. Это тоже дополнительное время, дополнительные трудозатраты, поэтому мы активно ведем заблаговременную работу. Хотели бы, чтобы работодатели, которые заботятся о своих сотрудниках, о своих работниках, тоже могли формировать пенсионные дела либо в электронном виде, либо на бумажном носителе, чтобы их работники не были ущемлены, чтобы они уже получали, при выходе на пенсию, получали пенсию своевременно, в полном объеме, и она им назначалась в кратчайшие сроки, в течение 10 дней, а не в течение 3-4 месяцев. Для оформления пенсии гражданам необходимо подать заявление лично либо через представителя о назначении пенсии в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства. При этом, если граждане России не имеют регистрации по месту жительства и месту пребывания, то они имеют право подать заявление о назначении пенсии в территориальный орган Пенсионного фонда по месту фактического проживания. За благовременная работа у нас проводится в 24 кабинете управления Пенсионного фонда по адресу Микроцентральный, дом 2. В часы работы согласно графику работы управления Пенсионного фонда.